Всем привет, с вами Крадлос, играю на Радмире на 9, 11, 16 серверах, вводите мой ник при регистрации МТР Крадлос, также он будет в описании, за него я отдаю бонус, так, давайте обратно поменяем наш ник, я отдаю за него бонус 70 тысяч, то есть рефералочку в полном Радмире, также промокод через команду по кодеку Крадлос большими буквами, он дает вам бонус целых 50 тысяч, плюс я накидываю бонусом 25 тысяч, и вы просто кайфуете, вы уже миллионеры считаете, 145 тысяч, что не хухры-мухры, на эти деньги можно купить себе первую тачку, самую крутую с низкого класса, ладно, давайте теперь перейдем к самому главному, к рекламе казино, а потом уже к нашему видеоролику, по стариночке прорекламируем наше казино, как вы знаете, у меня уже было много реклам, всяких разных, давайте никнейм, ладно, не будем никнейм менять, нам бы зайти в казино, что-то сервер немного подлагивает, или у меня лагает, так, слава богу, все, я перезашел, надеюсь, сейчас мы зайдем, все спокойно будет, и по стариночке зажимаем клавишу F5, и видим здесь 16 человек, до записи видеоролика я был здесь, и здесь было даже больше человек, вроде как 23, то ли 24, не знаю, но, как мы видим, в основном играют вот за этими двумя столами, давайте оффлайдем, войдем, чтобы не смущать игроков, они подумают, что за ними администратор, наблюдаешь, что за дела, что за флут дадим, ладно, мы этого, надеюсь, не увидим, то есть, как они нарушают, ну, здесь, в принципе, занят только 3 или 2 стола, не знаю, чувак стоит за этим столом, не за этим, ладно, давайте уже отойдем от этой рекламки, также не забывайте, не забывайте про посещение Натарки на 16 сервере, делайте обенчики туда-сюда, скоро выйдет финночка, и вообще будете зашибись, также заходите, забегайте в казино, я думаю, здесь можно, ладно, на этом закончим нашу рекламу казино, теперь переходим к своему видосу. Всем привет, у нас сегодня 9 сервачок, и, как вы заметили, я стою напротив аукциона, и несложно догадаться, что у нас сегодня ловля. Давайте зайдем в аукцион и проверим, что слетело вчера. А вчера слетел дом 29 номер, это в Батарево, да, и гаражик 162, это тоже в Батарево, первая страничка есть, а второй, к сожалению, нету. Всего скорее, лидеры недавно поставили, и он не успел так много печатать, что такой вялый слет. Надеюсь, сегодня будет жесть на ловле, хочу передать привет своим бонусам, рефералам Артему Роя, Антону Марлоу и Акино Мураками, и также Антону Никитину и Максиму Раудову. Также спасибо за эти бонусы, их очень много, их 8 штук. Я забираю, и это 560 тысяч рублей, и не нужны никакие деньги, просто 794 тысячи, снял с бонусов, и деньги на ловлю появились. Давайте с ними 16 тысяч, чтобы добить ровно 800 тысяч, а точнее 810. Ладно, давайте побежим сейчас в аренду, она вот там, и когда уже прибегу, встретимся именно там. Аренда авто Кронкар. Что здесь по ценам? МРС АМГ, 23 тысячи, что-то как-то мало. Макларен П1, 20 тысяч, офигеть, что так мало. Что-то дешево, а ну-ка Финур. Финур 25 тысяч, ну, наверное, еще он само собой подороже будет, тысячи 30, ооо, 28. Просто владелец этой аренды самый, я думаю, даже крутой чувак, потому что таких владельцев, как Беррит Хартман, очень мало, поэтому цените такие особые варианты. Ладно, давайте сейчас поедем, наверное, в Арзамас, будем квартирки ловить, потому что на дом мне не хватает по ГОСу. 782 тысячи, конечно, не на каждый дом мне хватит. Давайте проверим, прачка в ГОСе или нет. Так, здесь, понятно, Вита, Гаст, Голдер, да и вход у него еще 4 тысячи стоит. Интересно, как же у него Финка? Ладно, не будем загадываться, задумываться, поехали в Арзамас. Короче, меня чуваки убили, просто-напросто они ехали по встречке, я отлетел туда-сюда и все кончилось очень даже плачевно. Давайте поедем, наверное, в самое людное и самое крупное место слета квартиры, то есть к отелю, потому что там достаточно много квартир, достаточно много подъездов, и давайте туда направимся, и когда уже подъеду, будем думать, где стоять. Короче, решил я встать, значит, здесь, около Арзамасити. Меня квартирки интересуют именно около Арзамасити, у которых ГОСКО 30 тысяч, потому что там очень, как по мне, прекрасный райончик, поэтому буду ловить именно там. Ребят, слет, 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 давай, заводись, Ламбо, давай, 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 давай. Так, летим именно в этот падик, который слетел вот здесь, потому что мне квартирка здесь очень-очень нужна. Так, залетаем, чувака сбили, извиняюсь. Так, мне интересно, сколько здесь этажа, надеюсь, их достаточно. Один этаж, блин, это даже минус. Здесь уже чувак есть, здесь занято, здесь занято. А, ну здесь, наверное, государство, то есть аукцион. Да, конечно, обидно, обидно, аукцион никого не щадит. Ладно, давайте поедем, чекнем квартиры, которые слетели, то есть рядом с Арзамасити, там такой ряд квартир, то есть дом большой, длинный. Здесь уже половину словили, да, словили. Ну, давайте все же чекнем, надеюсь, здесь что-нибудь, да, в ГОСЕ и будет. Забегаем, значит, в подъезд, и здесь Егор Хамедов. Ладно, я понял, он, наверное, прочекал, не будем за него чекать. Так, ладно, мы отъехали от того райончика, приехали сюда, и давайте чекнем хотя бы один любой подъезд, и посмотрим, что из этого получится. А, здесь уже было два челика, чекнем другой подъезд, надеюсь, там будет получше расклад. Здесь никого нету, а нет, здесь тоже есть, ладно, понял. Давайте забежим в другой подъезд, наверное, там тоже будет какой-то человек. Так, здесь никого нету, только есть мой соперник, который тоже ловит квартиры, даже их два. Но, само собой, большой слет, я так понимаю, лидера не было давно, и все поперлись на эту ловлю. Давайте сразу с пятого этажа, здесь уже чувак стоит, наверное, нашел квартирку, которая слетела. Да, вот я вижу аукцион, да, к сожалению, аукцион. Короче, ребят, Арзамас, то есть за Арзамасом я все прочекал, и такой вывод, что здесь слет вообще был тухлым именно за Арзамасом. Не говорю про целый Арзамас, именно за Арзамасом одна квартира, то есть один подъезд и около больнички. Давайте поедем, наверное, на Старую Рублевку и будем ловить именно там, точнее прочекаем. Вдруг слетел там дом какой-нибудь, но, само собой, за такое время его уже прочекали, и только если аукцион. Ну или квартира какая-нибудь, надеюсь, конечно, на это. Так, по домам на Старой Рублевке все пусто, есть квартирка зеленая, надеюсь, государство, но там уже есть один чувак. Надеюсь, конечно, что здесь не один этаж, а целых два, а то и три, а то и четыре, но мне кажется, что их здесь два, потому что, по моей памяти, я так вспоминаю, да, здесь два этажа. И чувак тоже зашел со мной, ладно, давай будем ловить вместе, надеюсь, что-нибудь да мы и словим с тобой. А нет, это значит, на первом этаже была квартирка в аукционе, я так понимаю. Давайте на всякий случай чекнем, потому что вдруг у него не хватило на госстоимость квартиры денег, и он ее не словил. Так, здесь, а, я понял, государство, а, понял, аукцион. Решил я, значит, залететь в Простоквасино, и сходу я здесь вижу, что здесь есть домик зеленый, само собой, понятное дело, это аукцион. Там уже два челика стоят рядом, опа-на, там еще один дом. Все сейчас домики прочекаем, так, бежим, 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 и у вас недостаточно денег для покупки этого дома, я понял. Ладно, поехали к этому домику, вот тот крайний, мне кажется, там госко 200 тысяч, поэтому нам должно хватить. А, и огородик слетел, я понял, значит, это один чувак держал и дом, и огород. Так, давайте чекнем, и... Это аукцион, к сожалению. Ладно, давайте сейчас, наверное, поедем в Эдово, или в Луткарино, да, лучше в Эдово, потому что этот городок менее посещаем, чем Арзамас, Южный и другие города. Поэтому давайте чекнем сейчас гаражик, если что-нибудь найду из гаражей, я обязательно вам дам знать, а если нет, то я уже окажусь в Эдово. Ситуация в Эдово следующая, здесь падики все скуплены, само собой, дома, понятное дело, тоже, их бы уже купили все. А я понял, без сознания уже второй раз, чувак, ну зачем подрезать, зачем, что я такого сделал, я понимаю, что у меня в тыл дышал, но все же. Арендовал я, значит, еще одну Ламборгини, и заехал в Армейку, показать вам вот такой прекраснейший домик, хорошее сочетание цвета у него, очень хорошая краска, красивое дерево и тому подобное. Его можно расхваливать очень долго, к сожалению, на аукционе. Давайте сделаем скриншотик на превью, думаю, будет замечательный скриншот. Так, Alt-B, поле зрения, так, думаю, будет нормально, вот так зашибись. Все, давайте сделаем скринчик, Артему Серегину привет, а мы направляемся чекать дальше дома и бизнес 24 на 7 около военной части. Здесь у нас тоже занято, давайте поедем тогда в Шахтерку, посмотрим, что здесь, шлагбаумы закрываются, поезд едет, мне абсолютно плевать. На самом деле деревня Шахтерская очень большая, и здесь достаточно домов. Также есть 4 гаража, это, конечно, мало, но что есть, то есть. Домов нету, гаражей тоже нету, я имею ввиду то, что в ГОСе. Ладно, давайте, наверное, поедем в Латкарино, чекнем там квартирки, и когда я уже до туда доеду, обязательно включу запись. В Латкарино ситуация следующая, на въезде и выезде, то есть на около вокзала квартирки куплены. Справа есть квартирка, там 450 ГОС вроде, и слева есть квартирка, там 100 тысяч ГОС, но она само собой в аукционе, потому что мне не верится, что квартира в ГОСе за 100 тысяч может стоять в ГОСе. И здесь тоже есть такая ситуация, как добавление велосипедов в мото-велосалон. Ну, я думаю, я думал, хотел ловить пойти, но мне кажется, ловить не стоит, потому что здесь слишком много людей, и здесь ловить только если забираться через крышу на метку, но будут кикать с причиной голова на слете. Конечно, странная причина, это админом решать. Ладно, давайте лучше чекнем бизнесы, мини-маркет, здесь что, магазин игрушек, магазин одежды, все скуплено, все красивенько, но, конечно, хотелось бы больше ГОСа. Давайте чекнем здесь квартирки, так, я вижу, здесь один падик только скуплен, и аптека тоже куплена, и магазин прихмахерский тоже куплен. Даже в конце нету квартир в ГОСе, то есть хотя бы в аукционе. Да, Луткарин, наверное, мало опечатали, в Арзамасе достаточно квартир слетело, про Арзамасе ничего не буду говорить, а вот в Луткарина мало квартирок. Знаете, я вот ехал по пути Луткарина, и увидел здесь такой падик, зеленый, подъезд 95, Нижегородск, ГОС 500 тысяч рублей. Я думаю, хотя бы этот падик будет у ГОСи, потому что чуваки, когда едут в Луткарина, они видят этот падик и говорят, зачем мне подъезд, точнее, квартира за 500 тысяч, если можно сейчас поехать в Луткарина. И купить за 450 тысяч. Так же думал я. Сейчас и проверим, ГОС здесь или аукцион. Опа, государство. Да, понятное дело, аукцион, конечно. Аукцион никого не щадит. Давайте хотя бы чекнем гостиницу номер 2 на наличие номеров. Регистрация в этой гостинице, нет свободных номеров. Я понял. Ладно. Это очень печально, на самом деле. Ладно, наверное, на этом будем заканчивать наш видеоролик. Сегодня он, конечно, не совсем удачный. Но зато такой слет был обширный, такой мощный, что я даже в афиге. Ладно, на этом будем завершать наш видеоролик. Всем спасибо за просмотр. Всем удачно ловли и всем пока.